Говоря об эмбарго, который сейчас, так сказать, у всех на устах, о том, что запрещено, запрещено такие-то продукты, я хочу напомнить, что это сделала Россия, а не Запад. Россия сказала, что мы не будем возить там мясо, молоко, фрукты, сейчас уже говорят автомобили, одежду, обувь, я не знаю, все это все сделало, Запад не ограничивал свои продукты. Это наказание Западу от России, что вот вы, вы нас наказываете в банковской сфере, в сфере там, не знаю, вооружения, а мы вас накажем тем, что Запад это переживет. А вот люди, которые привыкли к хорошему вину, например, хорошему виски, да, это все сейчас постепенно запрещается в России, ну, в конце концов, хорошие, почему бы и не фуа-гра, почему бы и не устрицы, да, я не такой любитель устрицы или фуа-гры, но иногда почему-то, мне хочется себе позволить, да, я приду в магазин, а там нет, сейчас пока еще есть, кстати говоря, и в ресторанах есть, но это именно пока, я их спрашиваю всегда там, ну, в ресторанах, ты хочешь говорить, есть фуа-гра, есть, говорят, она говорит, последняя, уже вот через неделю не будет, то есть ее больше не завозят, да, мы жили без фуа-гры всю жизнь, да, и мы даже не знали, что это такое, но когда ты уже попробовал и знаешь этот нежнейший вкус, так сказать, гусиной печенки, да, то иногда хочется себе позволить, и омара хочется съесть, и краба хочется съесть, настоящего какого-нибудь аляскинского краба, да, если этого всего не будет, это будет очень обидно, и это на самом деле санкции со стороны России, что касается народного, как вы говорите, народных санкций, люди отказываются покупать западное, ну, я считаю, что это достаточно глупо, да, кого они наказывают, эти продукты уже куплены, да, условно говоря, если вы отказываетесь покупать, ну, скажем, польские яблоки, да, они уже, за них уже заплачены, если вы их, вы накажете только русского человека, который эти яблоки сюда привез, значит, они здесь сгниют, он их выбросит, и это русский, ну, назовем его, там, трейдер, да, так сказать, человек, который продает эти яблоки, он их за них заплатил, он их привез, вы их не покупаете, кого вы наказали, вы наказали своего соотечества, полякам на это наплевать, поскольку они уже за это получили деньги, поэтому я считаю, что вообще с этими санкциями надо успокоиться, да, я был бы очень рад, вот я слышал сегодня по радио, что там, в случае хороших дел на Украине санкции будут постепенно отменяться, да, вот дай бог, чтобы так и было, я очень надеюсь на то, что все-таки наши правители и другие правители и на Украине, и в Америке, и в Европе, наконец поймут, что это все дурацкие игры, никому не нужны.